Девушки отдыхают С нашими всеми человеческими психологическими и нейрофизиологическими особенностями и когнитивными искажениями и всем таким. А другая половина это значит вот те невидимые математические алгоритмы, которые за соцсетями стоят. То есть соцсети как мы, это такая моя обычная тема разговора, соцсети как математика, которая где-то там скрипит шестереками, работает и нас всех тоже в какой-то степени обманывает. Это вторая половина моего разговора. Ну для начала, да, прежде чем рассказывать про алгоритмы, алгоритмы штука сухая, скучная, такой курс computer science, первое, что рассказывают будущим программистам. Давайте разберемся с тем, как они нам вредят. Ну вот обычно я начинаю с перечня фейков, которые не приходят в голову первыми, но давайте вместо этого мне ужасно всегда интересно начать с того, какие фейки вас бесят. Вот там 2-3 примера из аудитории, которые до того, как начнут крутиться мои картинки. Вот потому что может оказаться, что мы вкладываем в эти слова разный смысл. Вот фейки у меня это одно, фейки у вас это другое. Ну давайте. Сегодня. То есть новость, то есть это фейковая новость. Вот она в каком-то очевидном сетевом СМИ появилась. Известный глобальный сюжет. Все боятся фейковых новостей, все под ним понимают совершенно разные вещи. Кто-то сказал бы, вот я сегодня читал про волшебную историю, как у мертвого человека взяли интервью на центральном телеканале. Но это, к сожалению, не фейковая новость. Не фейковая новость в том смысле, в котором сам этот феномен всех ужасно волнует, в котором это все стало массовым явлением и так далее. Не совсем тот фейк. Еще давайте примеры. Новости услышали про новости, да. Хорошая показательная история, потому что это вот вроде бы и не про новости, и не про фальсификацию. Вот вам вроде настоящий спикер, все дела. Хороший пример, мне нравится. Сейчас мы к нему вернемся. Все примеры сегодня всплывут чуть позже. Давайте еще что-нибудь. Я хочу большего разнообразия. Отличная история, потому что совсем не новости, но вот это про заголовок моей книги. Вот то, что появляется под надписью «Максимальный репост». Давайте тогда перейдем к примерам, которые у меня понабирались. Фейковые новости, ладно. Все привыкли, что они появляются в каких-то файлах помойках. Вот, пожалуйста, нежно любимая мной близкая СМИ рассказывает трогательную историю про восемь сердец Рокфеллера, которая сама по себе фейка происходит с сайта фейковых новостей классического World News Daily Report, где каждое второе сообщение про то, как охранник Смитсоновского музея, аналога нашего политеха в Вашингтоне, изнасиловал 2500-летнюю мумию. Ну вот, газета РУ прибегла к такому же источнику информации. Это фейк-ньюс, с ними все понятно. Это прекрасная история. То, что лучше укладывается в понятие «Максимальный репост». Кто видел у себя в френд-лентах эту леденящую жилы? Вижу, вижу поднятые руки. Чтобы вы не читали с экрана маленькие буквы, давайте я вам немножко порассказываю. Бесстрашный психолог, смелый экспериментатор. В 60-е годы поставил ужасный леденящий душу эксперимент. Он работал с психически больными людьми, и он потакал их бредовым идеям. Он говорил, что если вы себя представляете жирафом, ну, давайте я вам буду помогать представлять себя жирафом, выглядите, выздоровеете. Ну, конечно, безжалостное государство, которое видело такие эксперименты, не могло его не наказать, его там казнили на электрическом стуле. Все понимают, да, что на этой картинке в качестве доктора Роджерса, про которого я рассказал душесчипательную историю, изображен Хантер Томпсон, которого, возможно, кто-нибудь знает за его книжку «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Или по фильму, который они сняли. Еще один тип фейков, которые в соцсетях встречаются чуть чаще, чем надоевшие мне лично фальшивые новости. Вся эта история показывает все, чтобы показать, что к фальшивым новостям все это и сводится. Наконец, волшебная история. Кто знает двоих персонажей, изображенных здесь, поднимите руки. Кто узнает, по крайней мере, одного? Понятно. Я думаю, что все, кто поднял руку на второй вопрос, узнали Фриду Калла, а все, кто поднял руку в ответ на первый, узнали Владимира Маяковского. Вот, значит, он ездил в Мексику, встретился с великой художницей, связался с романом. Понятно, да, что вот этот вот портрет Маяковского и школьных учебников каким-то волшебным образом, даже сигарета на том же месте, вот превратилась в такую картинку, которая ходит по сетям с душесчепательной историей. Ну, простой фейк, неинтересно. Наконец, любимая мной история. Я знаю, то есть я бы сам поднял руку, что мы все очень любим ужасно сборники фактов удивительных. Вот есть, например, истории про непереводимые слова, да, в разных языках бывают такие слова, которые передают очень глубокие человеческие эмоции, такие сложные сплетения чувств, что вот один человек смотрит на другого, и каждый хочет сказать что-то такое, что другое никак не решает сказать. Это, дай бог памяти, слово из языка Маори, боюсь соврать, Мамихланапатинатана, вот что-то в этом духе. Вот есть сборники таких слов, которые передают, как удивителен мир человеческих эмоций, который, значит, застывает в других языках. Или вот финский стыд. Кто слышал словосочетание финский стыд? Что-что? Испанский стыд. Вот, кстати, я не знаю испанского стыда, слышал про финский. Это когда вам ужасно стыдно за кого-то другого. Тоже короткое слово, длинная дефиниция. Вот, знаете, вот есть язык, в котором это так укоренилось, так часто люди употребляют, что есть для этого отдельное слово. И вот интересный язык русский. В нем есть удивительное слово «росблюто». Если кто-нибудь слышал, вот, оно обозначает сентиментальное чувство, что вы кого-то однажды любили, но вот теперь прошло, что уж поделать. «Росблюто». Рекомендую запомнить русский язык. Вот. Фейк, ну, никак не фейковая новость, но штука, которую репостят вместе со всеми этими бесконечными историями про финский стыд, про тонкие индейские словари, передачи 50 оттенков эмоций и так далее, и так далее. Ну, наконец, любимая мной, да. Вот. Все обвиняют консерваторов, что они берут цитату из Бисмарка, печатают ее на большом плакате, вешают перед какой-нибудь большой исторической выставкой по всей Москве на остановках, и там висит что-то такое. «Бисмарк, надо убить всех русских людей». Ну, что-нибудь в этом духе. Я не ручаюсь за точность несуществующей цитаты, я не ручаюсь. Но, вот, чтобы разбавить немножко наш праведный гнев по поводу этих плохих людей, которые вешают ложные политические цитаты, приписывают их Бисмарку, да, я вешаю цитату, которая у меня попадается у социально близких, приятных людей. Вот Оруэл, он все знал про наше время, он даже слово правильно подобрал экстремизм, вот чувствовал, как будто, что за правду будут преследовать. Ну, то есть, понятно, да, не надо никому объяснять, что никакой Оруэл этого никогда не говорил. Вот. И это все такое удивительное многообразие и разнообразие фейков, которые на нас сыплются, которые мы почему-то репостим, и почему-то нам приходит в голову обвинять во всем в этом удивительным образом. Это не мы, это все математика, которую там в Фейсбуке запрограммировали злые люди. Есть еще одно такое сообщение, вроде телеги про доктора Роджерса. Фейсбук работает через алгоритмы. Вот кто-то тоже наверняка, поднимите руки, кто видел себя в ленте, это сообщение, что вы знаете, Фейсбук работает через алгоритмы, поэтому, пожалуйста, репостите, лайкайте это мое сообщение, чтобы вы меня продолжали видеть во френд-ленте. А то вам будут, вот, вижу поднятые руки, вам будут показывать все время иначе какую-нибудь ерунду. Надо обмануть коварные алгоритмы. Вот мы их будем какое-то время спустя обманывать. Давайте для начала поймем, что еще такого, ну, да. Где вообще там могут быть спрятаны алгоритмы? Одни люди пишут, другие люди читают. Все нормально, да? Фейсбук нам показывает все то, что понаписали наши друзья. Ни разу не так. Если вы прочли бы все, что понаписали ваши друзья за день, у вас бы пошла голова кругом, вам бы понадобился доктор Роджерс, который будет вас убеждать, что вы не жираф, или наоборот, что вы жираф. И вам было бы плохо. Фейсбук вам показывает, я помню, это была публичная статистика 2016 года, когда, собственно, люди из команды Фейсбука объясняли, что-то порядка одной пятой записей людей, с которыми вы как-то взаимодействовали за последнее время. Ну, и показывает он таким образом, он же пытается не просто на вас случайные 20% записей высыпать, а показать вам записи тех людей, людей, которые, ну, в какой-то степени вам ближе, очевидно, чем остальные 900 тысяч или 5000 френдов. Поэтому алгоритмы занимаются тем, что они оценивают, кто из людей вам роднее. Попробуйте посмотреть, интересно, ради когда-нибудь на список лайков под вашим постом, и увидите, что люди отранжированы примерно так, как вы представляете себе степень дружбы с ними. Вот этим занимаются коварные алгоритмы, они за вас решают, кто ваш настоящий друг, кто ненастоящий. А, понятно, я, да, я пропадаю из видеозаписи, я буду малые колебания совершать. Вот. Теперь. Facebook показывает вам наиболее релевантные, как он считает, новости, рекламу и так далее. Он тоже пытается понять, что вам важно, что вам не важно. Очевидно, он реагирует каким-то образом на то, что вы лайкаете, и вот за этим всем стоит некоторая математика. Вот эта математика решает, что вам важно, что не важно. Наконец, Facebook не просто как бы хранит трехмерную модель вас, да, он каким-то образом копит большие данные, да, он помнит ваши лайки, он помнит, кому вы писали личные сообщения недавно и так далее, и так далее, и так далее. И по итогам я опять ухожу из света, что за дела. и по итогам решает, создает некую модель ваша, вас, интерпретируемую. Какое-то время назад появилось, я вижу, вопрос из зала, но давайте, вот, это хороший стимул дослушать то, что я буду рассказывать, а потом спросить. Ну, или давайте сейчас, раз, там, сделаем исключение для первого вопроса. Подождите, давайте лучше в микрофон, потому что иначе нас тоже не слышно в трансляции, поднимите руку, кому дать. Мы говорим обо всех соцсетях или речь идет о том, что они показывают малую долю записей, большая часть. Твиттер, например, долгое время, не знаю, как сейчас, старался вам показывать все, что напишут друзья, и этому, в общем, ограничение в 140 знаков сильно помогало. Ну, то есть, фейсбук просто как пример, да? Фейсбук, пример соцсети с чуть более чем миллиардом пользователей, на мой взгляд, довольно релевантный. Да, понятно, что если вы подразумеваете ВКонтакте, например, или Одноклассников, или вообще любые другие соцсети, которые показывают много контента за раз, то это почти для всех из них верно. Иначе вы бы сошли с ума. Если у вас, если соцсеть не специализированная, это может быть Пинтерест, это может быть Фейсбук, это может быть ВКонтакте, это может быть про Инстаграм мало знаю и мало читал исследований, поэтому не берусь судить. Но просто, знаете, есть такой принцип Дирехле про кроликов и клетки. Если у вас есть 10 клеток и больше 10 кроликов, то в какой-то клетке будет сидеть больше двух кроликов. Если у вас есть ваше свободное время и тысяча друзей и обычная продуктивность человека, который любит рассказывать про то, что он ел на завтрак и на ужин, то вы сойдете с ума, если вы будете это все читать. И разным соцсетям приходится по-разному решать эту проблему, вне зависимости от того, показывает она вам в основном картинки, как Инстаграм, или показывает она вам длинные философские посты на тему того, как не стать жирафом. Так вот, короче говоря, разная хитрая математика решает за вас, какие посты вам показать. Посты — это картинки и текст, и все то, что эта хитрая математика умеет делать с картинками и с текстом, я буду следить за временем, чтобы не уплыть от ответов на вопросы далеко, так вот, все то, что хитрая математика позволяет делать с картинками и с текстом, в основном завязано на волшебной возможности, которая появилась у нейросетей, которые не так давно стали лучше людей по фотографии отличать кошек и собак. Когда-то, в 80-е, казалось, что это неберущаяся задача во всех книжках. Вот, нобелевский лауреат Эрик Кандель, человек, который открыл механизмы памяти, когда-то написал книжку про человеческий интеллект, про человеческую память, про искусство, где, в частности, он говорил, что вот, даже такие простые задачи, человек легко по картинке отличает, не знаю, там, мяч от глобуса, а для компьютера это запредельное по своей сложности задачи. Это показывает бесконечное превосходство мозга над компьютером. Ну, так вот, примерно в 2016 году нейросети стали лучше людей на большом массиве фотографий отличать собак от кошек. Вот, и не только собак от кошек. Там, отличать каких-нибудь долматинцев от догов, отличать, находить в океане, одинокого плавающего кита, отличать, распознавать лица с бесконечной точностью, на которую не способны люди с художественным образованием и так далее. Это все большой прогресс в деле компьютерного зрения. Примерно то же самое вот в 10-е годы произошло с делом распознавания текстов. И вся понятное дело, что эта математика мобилизована на то, чтобы отличать, на то, чтобы распоряжаться всеми теми объемами информации, которые по соцсетям гуляют. Алгоритмы божественные, я только что рассказал, какой они божественной точности достигают, речь идет про 99,5% на угадывание, там, не знаю, одного из тысяч ярлыков, которые можно на картинку наклеить. И после этого мне хочется показать вот эту важную картинку. Нейросети иногда дают сбой. И сейчас вы поймете, почему. На этой картинке есть некоторое количество маффинов и некоторое количество собак чихуахуа. И вот алгоритмы компьютерного зрения, которые решают, что и что в этом мире, которые подсовывают нам наилучшую картинку, которые для этого решают, что на ней изображено. Вот они начинают сбоить примерно на таких примерах. Между маффином и чихуахуа не так уж много разницы. Там есть много смешных картинок из этой серии, я не стал этим пользоваться. Есть вторая штука, которая произошла с нейросетями, вторая революция, которая случилась в 10-е годы на наших глазах. Это то, что основанные на них системы перевода, машинного перевода стали в общем справляться лучше, чем все, что было до этого сделано. И в существенном количестве случаев лучше переводчиков людей. Гугл года два назад переключил Google Translate на нейросетки. А нейросети распознают, понятное дело, живую речь. Если вы слышали там про всяких voice assistance, голосовых помощников, они тоже работают на нейросетях. И вот вся эта огромная математическая машинария, она мобилизована на то, чтобы помогать нам работать с голосом, с картинками, с текстом, совсем короче, что в нейросетях бывает, совсем, что в соцсетях встречается. Распознавать, что там в YouTube показано в ролике. Я недостаточно успел, видимо, похвалить нейросети перед тем, как показывать вам следующий контрпример, потому что, ну вот, машинный перевод это самая убедительная демонстрация того, на что нейросети способны. И вот мы сталкиваемся с задачей перевода с, например, монгольского на, вернее, с русского на монгольский. Вот. Слева текст на русском, который нужно перевести. Справа то, что выдает Google Translate, подумав, чтобы этот текст на монгольском мог значить. Давайте я даже зачитаю. На русском это читается как а-а-а, а на монгольском остальная часть дня, день конца, конец ночи. Удивительный язык. То же самое, если вы захотите с языка Мауре перевести много повторенных слов док-док-док, ну, не слов, а, собственно, вот такие буквы-сочетания, да, то вы прочтите, что-то удивительное про день гнева, про Иисуса и так далее. Вот тоже такая удивительная сила машинного перевода. Замечу эти алгоритмы, вот это как бы те краеугольные камни, на которых стоит все остальное. То есть когда вы говорите, не знаю, про перефразирование текста, про то, чтобы по картинке генерировать ее описание. Все это те самые нейросети, про которые вы постоянно читаете в новостях, делают на основе алгоритмов, придуманных для классификации картинок и машинного перевода. И вот с классификацией картинок и с машинным переводом случаются такие тупые на редкость ошибки. Они бывают иногда не просто тупыми, а я бы сказал, драматичными. Потому что на этих картинках нет горилл, тут всюду люди. Но алгоритмы знают, что алгоритмы действуют самым неочевидным путем. Вот да, давайте вернусь к этой несуществующей цитате, или нет, вот к Маффинам. И начну разговаривать дальше. Алгоритмы, как люди, склонны к ошибкам. И что эти ошибки могут для нас значить? Эти ошибки могут значить, ну, как вам может навредить алгоритм, который неправильно распознал ваш текст? Например, он может вас в Фейсбуке забанить. Вы употребили какое-нибудь плохое слово, пренебрежительное название других национальностей, что-нибудь другое. И вот вы на месяц отрезаны от всей сети своих знакомств. Не надо объяснять, до какой степени это означает социальный вакуум. Фейсбук заподозрил в вашей картинке, в вашей фотографии из картинной галереи что-нибудь непристойное, и он вас снова отправил в бан на долгие 30 дней. Это простые примеры. Потому что бан или не бан, это понятная ситуация. Да, когда Фейсбук ранжирует тексты, например, на релевантность, основываясь вот на таких сбоящих алгоритмах распознавания, эта история немножко другая. Но это все про то, как ошибаются алгоритмы, когда они, в общем, ну, хотели бы сделать как лучше, но у них есть какая-то там недоработка, недопилили напильником, есть принципиальные, фундаментальные ошибки в глубине. А есть, и это простые скучные ошибки, как бы вот команда Фейсбук, она все такое может сказать, мы будем стараться лучше, это как бы отдельные контрпримеры, когда-нибудь математика станет идеальной, математика научится справляться с пекинесами, даже если они очень похожи на маффин. А есть ошибки совершенно другого рода. Вот представьте себе, Фейсбук действительно по-настоящему хорошо справляется с тем, чтобы реагировать на ваши лайки. Он действительно внимательно следит за тем, что вам нравится. Он действительно, чтобы вы чаще лайкали записи, он будет вам показывать то, что вы чаще лайкаете. Он примерно понимает, например, какие новости про политику вам нравятся. Там, что вы любите новости про, где ваш любимый политик выставлен в хорошем свете, а другие негодные политики выставлены в плохом. Где, там, если вы любите государство, то новости, где наши ракеты летают и никогда не падают, а если вы не любите государство, то новости про то, как ракеты падают. И те, и другие новости могут быть совершенно реальными. Но просто Facebook выборочно показывает вам то, что вы лайкнете с большей вероятностью. И из постов ваших друзей, которые рассуждают про важные для вас темы, он тоже будет вам выборочно показывать то, что вы лайкнете с наибольшей вероятностью. И в конце концов вы оказываетесь в такой удивительной ситуации, которая называется пузырем Facebook. Facebook bubble. Термин придумали еще до Facebook, когда речь шла про персонализованный поиск Google. Был такой борец за открытости, за свободу интернета Элли Парайзер. И у него вышла книжка со словом bubble в заголовке. Оттуда, собственно, пошло слово пузырь, не очень понятное на русском. Но суть в том, еще есть эхокамера. Оба термина обозначают примерно одно и то же. В какой-то момент вам начинает казаться, что весь мир, ну, в той степени, в которой Facebook представляет для нас весь мир, все многообразие мнений сводится к людям, которые думают так же, как мы. Для них важны те же самые новости, что для нас. Вот они их постят, и мы их лайкаем. А по поводу всяких политических событий. Мы легко разделяем мнение, и нам начинает казаться, что все так думают. Мы входим в ситуацию когнитивной диссонанса. Если мы обсуждаем этот митинг или эти пытки в колониях, почему вся страна не встает на дыбы, почему единогласие достигнуто, но кто-то мешает нам, это наше знание, этот наш гнев сконвертировать в изменение мироустройства вокруг. Как же так получается? Или наоборот, или потом, вот мы в Facebook пообсуждали новости, а потом мы приезжаем к нашей бабушке, которая смотрит телевизор, и с нашей бабушкой затеваем какие-то разговоры и понимаем, что она просто не в курсе всех новостей, про которые мы разговариваем, а что у нее какая-то совершенно другая повестка дня, у нее какие-то совершенно другие взгляды, и все то, что нам кажется всем очевидным, для нее вовсе не очевидно. Другое дело, что мы ее еще и переубедить не сможем. Про это вторая половина моей книжки, которая сегодня немножко за кадром. Но суть в том, что существование людей, не разделяющих наши мнения и наши ценности, оказывается для нас сюрпризом. Именно потому, что соцсети слишком хорошо знают, что нам понравится, и начиная с какого-то момента показывают нам только то, что нам понравится. Второе важное обстоятельство, что мы любим, когда все хорошо, и не очень любим, когда все плохо. Ну, в том, что касается, например, нас и наших близких. Поэтому, если кто-то из наших близких сломал ногу, то Фейсбук понимает, что показать такое сообщение, в общем, показав такое сообщение, он с меньшей вероятностью добьется от нас лайка, чем показав сообщение, что человек, ну не знаю, съездил в Тимбукту. Хотя про Тимбукту, да, тоже нехороший пример. Съездил в Париж. Вот. Что от этого происходит? Один из самых громких, критикуемых экспериментов, Фейсбук ставит эксперименты на пользователях время от времени, состоял вот в чем. 700 тысяч человек поделили на группы, и разным группам показывали вот те самые алгоритмы, которые анализируют слова и предложения, время от времени ошибаются, они должны были поставить каждой записи метку, позитивная она или негативная, хорошая или плохая. Алгоритм был довольно простым, там были не нейросетки, он просто считал количество позитивных слов, радостный, веселый, светлый и так далее, и наоборот, соответственно, количество негативных. Одним людям показывали 90% позитивных записей, ну, 10% оставили под все остальное, другим людям 90% негатива. А потом, спустя неделю, стали смотреть, какие записи делают они сами. И удивительным образом выяснили, что те люди, которым показывали много позитива, они пишут более жизнерадостные посты, а те люди, которым показывали много записей с плохими угнетающими словами, они почему-то производят не такой жизнерадостный контент. Там разница была статистически значимой. Но эти 700 тысяч человек, в общем, про никакого предупреждения не получали, вы знаете, всю эту неделю у вас будут одни плохие новости. Они про это узнали, когда вышла публикация в хорошем научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в 2000, дай бог, памяти, в 2014 году, два года спустя после эксперимента. И, конечно, когда все начали возмущаться, им сказали, ребята, вообще-то есть Terms of Service, условия предоставления вам Фейсбука. Вы там говорите, что вашими данными можно распоряжаться, Фейсбук сам решает, что вам показывать и так далее. Когда вы нажимали кнопочку «Я согласен» под долгой-долгой простыней текста, который никто не читает, вы под этим, в частности, подписались. Но огромное количество людей было недовольно. А вывод из этого был сделан примерно такой, что да, алгоритмы, которые выбирают для вас те или иные новости, они влияют не просто на то, что вы увидите, но и на то, как вы будете себя вести. И, в общем, как бы, то, что они не заставляют вас, мы не знаем, что происходило, кроме плохих потов, у людей, которым показывали всю неделю депрессивные записи. Никто ли из них не повесил, Сусан? У нас просто нет данных. У нас нет доказательств, что это произошло таким образом. Зато, с другой стороны, есть жалобы людей, которые говорят, смотрите, с моим приятелем произошло большое несчастье. Он потерялся в другом городе, просил о помощи в Фейсбуке. Или он заболел и говорил, напишите мне кто-нибудь что-нибудь веселое. Я про это ничего не узнал, потому что алгоритм, который оптимизирует вероятность лайка, просто не показал мне эту его сомнительную, тревожную запись. Ну, чтобы мне было лучше. Это такая понятная история про то, как алгоритмы напрямую, вот прямо не выходя из соцсетей, делают нашу жизнь хуже. Другое, чтобы они могли, чтобы алгоритмы могли нам содержательно рекомендовать записи друзей, чтобы они могли нас не сводить с ума, им надо про нас что-то знать. Те данные, которые они собирают, в общем, довольно объемные. И в том же полюбившемся мне журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором обычно публикуют статьи про физику, химию, молекулярную биологию, но время от времени разные исследования естественников, связанные с обществом, вообще вроде бы гуманитарной повесткой, вышло удивительное исследование, что если просто посмотреть на наши лайки, только на лайки, и собрать их достаточное количество, то исследователь, видящий эти лайки, будет знать про нас, сможет с 90% вероятностью предсказать, ну, например, развелись ли наши родители, когда мы были ребенком, или какая у нас сексуальная ориентация. Совсем простая задача, азбучная, типичная для соревнований по Data Science начинающих. Вы видите там список покупок человека или список его лайков, предскажите его пол и возраст. Этим занимаются как бы вот все, кто начал заниматься Data Science. Ваши лайки выдают вас в какой-то степени с головой. И человек, который написал эту публикацию, про него стали говорить через два года, когда случились выборы в США, и когда после неожиданной победы Трампа некая малоизвестная компания под названием Кембридж-Наридь, как кто слышал это название, поднимите руки, вот, заявила, что Трампа к победе привела она. Как, что может сделать математик, чтобы сделать понравившегося ему политика победителем президентских выборов в США, поменять немножко ход мировой истории. Какие варианты? Вот ученый вообще-то такой, не самое сильное существо, если он не делает атомную бомбу. Какие у него есть в руках варианты? Все очень просто. А Кембридж-аналитика утверждала, что, зная лайки пользователей, они составили, они вспомнили про старый, психологический способ описывать человека, пятифакторная модель личности. У вас есть пять чисел, которые говорят про вашу склонность, про вашу открытость к новому, про вашу экстравертность или интровертность, насколько вы склонны к общению с другими людьми, про то, насколько вы невротик. И вот как бы все эти лайки превратили в набор из пяти чисел. А потом по этим пяти числам предсказывали, какая политическая реклама сильнее заденет вас за живое. То есть, если у вас высокий уровень невротизма, вам покажут рекламу про то, что кандидат Трамп отстаивает право человека с оружием в руках защищать свой дом от грабителей, которые к нему вламываются, какая-нибудь тревожная такая рука, которая тянется к вашему окну. Если вы человек с большой отзывчивостью и высоким сочувствием, которого тревожит проблема благотворительности, проблема того, что слабая остается без помощи, вам расскажут, какая плохая конкурент Трампа Клинтон, как она провела провальную благотворительную кампанию. Все это будет абсолютной правдой. Это все не фейки в том смысле, в котором я показывал в самом начале. Но именно эта новость будет бить конкретно по вашей болевой точке, она будет именно для вас релевантна, и именно для вас она повлияет на ваш политический выбор. Хотя если бы конкурент рассказывал про то, как сам Трамп относится к благотворительности, хочет ли он дискриминировать тех-то и тех-то, и так далее, и так далее, может быть, вы бы поступили иначе. Но тут одна из сторон, зная ваши лайки, очень хорошо знала, какой политической рекламой вас правильно направить. тут что, собственно, важно, почему все понимают, что компания Кэмбридж-аналитика злодеи. Вот расскажите мне, что в том, что я рассказал злодейского. Вот в чем конкретно стоит их преступление. Что они сделали такого, что в рамках закона сделать нельзя. Это вопрос в залу? Да, это вопрос в залу. Когда поднимите кто-нибудь. Это хороший риторический вопрос, но мне интересно на самом деле, потому что мне было непонятно, когда я читал много-много новостных историй. Давайте. Если у кого-то есть вариант, я подойду с микрофоном, иначе не слышно вас. Хотя тут, в общем-то, говорить в основном не о чем. Люди сами хотели быть обманутыми, люди готовы были обмануться, и они обманулись. А эта компания просто предоставила им такую возможность. Почему бы нет? Что в этом плохого? Мне очень нравится это рассуждение. Люди, которые рассказывают вам про распятого мальчика, профессиональные пропагандисты, которые рассказывают, как враги нашего государства распяли где-то мальчика, прибили его к дверям, они же, в принципе, оставляют вам свободу выбора. Вы можете в это не верить. Ну, как бы, вы сами виноваты. Проблема в том, что, ну, как-то получается, что когда вроде бы все сами виноваты, а вроде бы за неким действием, довольно разрушительным по итогам, стоит чья-то злая воля, ну, как-то хочется переопределить слово виноваты. В случае с Cambridge Analytica формальная вина, единственная, в чем их обвиняют, то, что они собирали практически открытые данные без явного согласия людей. Там 500 тысяч человек подписались на простой, увидели в своей френдлете, хотите пройти тест и узнать, насколько вы невротик и так далее. Ну, вам нужно, конечно, нажать на галочку, что вы даете возможность обрабатывать свои данные. А также позволяли поставить, также позволяли тогда правило Facebook написать под этой галочкой, вы даете согласие обрабатывать данные своих друзей. Ну, вы же видите их лайки, да, значит, вот и мы должны видеть их лайки, чтобы лучше про вас что-нибудь понимать. И таким образом, получив согласие от 500 тысяч человек, компания Кэмбердж Аналитика сумела собрать данные 87 миллионов избирателей, что, в общем, сравнимо с размерами страны, которая в итоге проголосовала за Трампа. И понятно, что эти множественные миллионы своего согласия не давали, это преступление, но проблема в другом. Ну, вот формально, да, это злоупотребление возможностями, которые предоставил Facebook, что-то там с персональными данными, но проблема в том, что они не использовали никакой секретной информации, они не заглядывали в вашу личную переписку, где вы в чем-то признаетесь, где вы рассказываетесь ужасные тайны. Они пользовались, они смотрели на те лайки, которые вы ставите публичные, которые, в принципе, по отдельности может увидеть каждый. Другое дело, что для массированного сбора лайков нужно специальное разрешение от Facebook, они как-то нарушили правила, как это разрешение получают. В общем, совершенно легально используя математику, сделали то, что по разным причинам нам не нравится. Как еще можно злоупотребить вашими данными? Как те самые большие данные, которые позволяют хорошо подбирать вам товар, услугу, все что угодно, могут быть использованы как-нибудь еще. Я потом поговорю про историю с тем, как данными злоупотребляют в Китае. Давайте поговорим про историю, как Facebook заставляет нас принимать те или иные решения. Facebook знает люди, существа социальные, люди дружат с другими людьми. И люди рассчитывают на поощрение других людей. Такое простое знание, про которое, если здесь был панчен какое-то время назад, он мог много рассказывать. Facebook ставил пару раз эксперименты про выборы. Он не пытался сам повлиять на исход выборов, это было бы глупо. Он пытался посмотреть на посещаемость. И показывал людям две рекламы. Одна из них говорила, вот вы знаете, сегодня день выборов, не помню каких из американских выборов, но кажется, я решила про какие-то локальные, не самые важные. Вот. Проголосуйте и расшарьте эту запись, чтобы друзья увидели, что вы проголосовали. Там какая-то картинка на тему выборов. Вот как верблюд на обложке моей книги, какая-то такая общезначащая картинка. Вот ничего конкретного не обещающего. Другой вариант рекламы, который показывали в контрольной группе. Вы смотрите, вот ваши друзья, которые сходили и проголосовали, и расшарили эту запись. Вот портрет Васи, Пети, Коли. Расшарьте, когда вы проголосуете эту картинку, и ваши друзья увидят ваш портрет. И выяснилось, что разница драматическая, хотя сообщение одно и то же, но во втором случае, зная ваших друзей и говоря про то, что это просто личный пример каких-то людей, Фейсбук добился потрясающего, статистически значимого роста расшар этого второго типа поста. Достаточно рассказать человеку, что его окружение действует так-то, и человек будет вести себя принципиально иначе. Чего можно достигнуть таким способом, показывая, смотрите, все вокруг вас себя ведут так, а ты один себя так не ведешь? Мы знаем из экспериментов социальных психологов, которые делались в 50-е. Вот кто знает про эксперимент Соломона Эша со стрелками? Давайте расскажу. Это не математический результат, но важный в свете того, что может с нами делать математика. Вам говорят, смотрите, вот вы сейчас проведете полчаса в комнате, будете отвечать на разные простые геометрические вопросы, ничего сложного, никаких специальных знаний, и рядом с вами другие люди будут отвечать на эти вопросы, ну и вы, мы там изучаем человеческое восприятие. Чистая правда. Человек заходил в комнату, загорался проектор вроде этого, или там лист бумаги выносили, на листе бумаги были нарисованы две стрелки, одна короткая, другая длинная. И вопрос был очень простой, ну разминочный, просто чтобы понять, да, что все видят, все понимают условия задачи, какая стрелка длиннее. Прямо никакой, ни оптической иллюзии, ничего, вот просто две банальные стрелки, одна короткая, другая длинная. И тут раз за разом человек знал, его очередь отвечает, там пятый, допустим, да, и вот сначала первый человек неуверенно смотрит, говорит, да, ну конечно, вторая стрелка более длинная. Он с ужасом понимает, что вообще, ну как бы, первый человек, наверное, его глючит, он называет более длинную стрелку более короткой. Потом второй говорит, да, ну конечно, вторая, вторая. Третий говорит, вторая. Четвертый говорит, вторая. и тогда доходит очередь до человека и в 70% случаев этот человек говорит тоже вторая ну потому что он понимает, может он сошел с ума но не могут же все ошибаться один за другим понятно, что в этом эксперименте первые 4 человека были подсадными утками но пятый этот человек принимал свое решение добровольно и все что он знал кроме того, что одна стрелка реально короче а другая реально длиннее это то, что все люди вокруг него безошибочно понимают эту разницу он один здесь такой странный поэтому знание про то, как ведут себя ваши друзья это убийственный аргумент намного более важный, чем рассказ про то, что сказать, что ваши друзья покупают шампунь А намного более важно, чем сказать, что в этом шампуне А много ценных питательных микроэлементов и та информация, которую фейсбук использует для того, чтобы подтолкнуть вас к тому или иному решению вот на выборы сходить это информация о том, как ведут себя ваши друзья и когда вам показывают какую-нибудь рекламную страничку сообщества какого-нибудь вам показывают, ваши друзья уже лайкнули вот такие, такие, такие-то друзья лайкнули это все про способы вернее, это все про пути, которыми можно воздействовать на вас при помощи алгоритмов а еще есть такие удивительные ситуации, в которых не только фейсбук этим делом может воспользоваться какие еще бывают соцсети вот вы тут вы как раз мне задали правильный вопрос соцсетью могут быть довольно разные вещи ютуб в некотором смысле соцсеть то есть вы можете подписываться на каналы вы смотрите за тем, что вы вешают другие люди а бывают сайты знакомств например, тоже социальные сети которые в прямом смысле connecting people связывают людей вам там рекомендуют не пост лайкнуть а там свайкнуть влево-вправо другого человека и обычно Ocupid появился задолго до того, как там году в 2008-м кажется первая такая большая социальная сеть про знакомство которая была уже настоящей социальной сетью не просто сайтом, где вы заходите, выбираете которая делала рекомендации вы заполняли анкету вы говорили, мне нравится такая-то музыка я ношу такую-то одежду я ложусь спать тогда-то я читаю такие-то книжки и вам говорили о, смотрите, кажется, мы нашли человека который вам подходит и обычно ну, вам не говорили, почему нашли такого человека но вот из этой информации про то, какую музыку вы любите какую одежду вы носите ее использовали, чтобы подобрать кого-то со схожими вкусами ну и, соответственно, там была какая-то обратная связь если люди заходили на свидание если, вернее, они назначают друг другу второе свидание то сайт, в общем, знает, сработало или не сработало проблема в том, что в один прекрасный момент Ocupid решил проверить а хорошо ли работает их алгоритм может быть, все эти рассуждения про книжки плохо предсказывают второе свидание поэтому он стал что делать он стал говорить случайным людям выбрал некую группу людей в качестве жертв и сказал ребята, мы вам сейчас будем предлагать с кем вам провести с кем вам сходить на свидание вот эти вот люди вам подходят с 95% вероятностью но только в этот раз показывал более-менее случайных людей то есть цифра, которая была написана рядом никакого отношения к реальному сходству по считанному алгоритме не имела ну и да, они убедились они увидели, что их старый алгоритм собственно работал потому что, когда людям предлагали каких-то случайных партнеров которые, значит, слушают рэп идут с вами на свидание вместо того, чтобы обсуждать значит, полифонию у Бриттона да, действительно, почему-то у вас с ними хуже срастается вы с ними реже френдитесь реже, там, не знаю, продолжаете как-то взаимодействовать ну, странное дело ну да, значит, алгоритм работает но интересно, что как бы произошло с теми людьми которых просто случайным образом друг друга сопоставили то есть кто-то из них же наверняка завел отношения у кого-то из них наверняка было ощущение греющее его, что вот я, может, ошибаюсь а умная машина, умная математика она лучше меня знает кого мне советовать жестокий, ужасный эксперимент про него, кстати, стало известно не в год, когда его провели а вот тоже, когда все начали ругать Фейсбук за бесчеловечный эксперимент с местами тысячами пользователей у Кьюпит многие лидеры технологических компаний более смелые люди, чем пиарщики они написали да, ребята, вообще-то мы тоже экспериментируем над пользователями вообще-то мы сводим, черт знает кого, черт знает с кем а потом этот пост исчез я его нашел в кэше Гугла но факт в том, что он это был и проблема в том, что какому бы вы алгоритму не доверяли как бы не обстояли в жизни дела с искусственным интеллектом какой бы прогресс не сделали исследователи нейросетей чтобы побороться с тем, что там вы видели всегда нужна контрольная группа во всех экспериментах нужна контрольная группа и никто вам не скажет, что вы в нее попали потому что так устроен двойной слепой эксперимент самый лучший алгоритм будет сравнивать с тем, что дает рандом на какой-нибудь группе людей причем ну, смотрите контрольная группа же может быть маленькой это же не медицина, да, где ровно половине народа должны давать плацебо, да контрольная группа может быть маленькой если вы там, не знаю в Facebook у вас миллиард пользователей то статистика, собранная на 100 миллионах тоже, в общем, достаточно и на 10 миллионах, наверное, тоже достаточно ну, как бы, когда-нибудь один раз с вероятностью 1 из 100 вы попадете в контрольную группу страшно? ну, нет, не очень страшно проблема в другом что эксперимент на вас ставится не от раза к разу на рандомных пользователях надо же, чтобы сравнивать ваше поведение чтобы у вас не было ощущения, что вчера там, Facebook был у меня зеленым а сегодня синий, да, чтобы перепрыгивание из контрольной группы в нормальную не смазывало вам ощущения от сервиса вчера мне предлагали знакомство с какими-то непонятными там, 15-летками сегодня мне предлагают каких-то, значит удивительных, благообразных 80-летних дам с интересом к хождению в консерваторию ну, странное что-то происходит да, поэтому люди, как правило попадают в контрольную группу раз и навсегда вот бывает такая контрольная группа пользователей это главное правило дизайнеров что плохо, чтобы человек задумался почему сегодня сайт синий, а завтра зеленый пусть уж синий сайт видят одни люди, а зеленые другие и поэтому те, кому не повезло, будут всегда в этой контрольной группе ну, относительно всегда пока они, не знаю, не сменят браузер не сменят аккаунт и всегда все, что советует им искусственный интеллект хуже, чем то, что он мог бы предсказать со всей своей мощью нейросети и поэтому плохо быть контрольной группой когда контрольной группой быть особенно плохо? когда алгоритмы решают за вас, ну, сколько вам сидеть в тюрьме например, в Соединенных Штатах Америки используется алгоритмическое предсказание надо для человека освобождать досрочно или нет я понимаю, что для российских тюрьм это не проблема как бы там главная проблема пытки но, тем не менее или когда такая система решает продавать вам авиабилеты или сказать, что вы недостаточно осознательный член общества это система социальных рейтингов, которая работает в Китае которая целиком обустроена алгоритмически где действительно вот там некая штука вроде нейросети по разным причинам я подозреваю, что это не нейросеть а более подходящий для этого типа работы с числами алгоритм принимает решение, начисляет вам баллы за разные поступки вы, например, стали донором крови хорошо, вам за это начислено плюс 5 баллов пообщались с человеком, у которого низкий социальный рейтинг плохо, вам за это сняли 15 баллов съездили в какую-нибудь плохую провинцию ну, в город, где вам не надо быть ну, непонятно, зачем туда съездили минус 20 баллов а потом по итогам социальный рейтинг, если он выше порога то вам можно как бы вести нормальную, там, человеческую жизнь там, ездить куда-нибудь а если нет, то вам могут отказать в продаже авиабилетов или не дать разрешения поехать в соседнюю китайскую провинцию какое-то время назад на Медузе вышел прекрасный репортаж про то, как это работает на практике ну, то есть, вот описание системы это такой уроловский мир теоретически можно ужаснуться, да а наблюдение за тем, как это там применяют в Синьцзян-Угурском автономном округе прилегающий границу с Узбекистаном, кажется кусок Китая вот, позволяет задуматься вообще не просто хорошо или плохо быть контрольной группой а имеет ли такой алгоритм права на существование но, как вы догадываетесь, у людей, которые там живут, не спрашивают поэтому вот эти вот невинные штуки с маффинами невинные совершенно фокусы с монгольским текстом в общем, на практике могут значить куда больше, чем то, что вам предложат фотографию собаки лайкнуть вместо фотографии маффина смотрите, я не буду заканчивать на какой-то патестической ноте у меня есть что показать ну, давайте лучше вы меня поспрашивайте вместо того, чтобы я вам рассказывал какие-то истории про мемы, графы у тебя там столько картин, которые ты еще не показал да, я вот решил, я решил, что вместо того, чтобы их показывать пока мы не ушли далеко от того, что я сказал спрашивайте тогда поднимайте руки, я к вам подойду спасибо за лекцию хотел бы сказать и вопрос следующий правда ли, что пик популярности социальных сетей уже на данный момент сходит на нет а вот та самая тенденция, которую мы сейчас наблюдаем про то, что за репост можно сесть она ускорит этот процесс во много раз спасибо смотрите, какая история есть прекрасная статистика что 25% взрослых американцев с момента публикации истории про Кембридж-аналитика взяли и удалили приложение Фейсбука с телефона ну, сложно сказать, сколько народа вообще перестало пользоваться Фейсбуком но вот там про приложение посчитали ужасно четверть населения Фейсбука ну, вернее, четверть американского населения Фейсбука отказалась от Фейсбука скорее всего, не очень ужасно по закону сохранения энергии вы где-то общаетесь с людьми если вы общались в Фейсбуке с людьми столько раз если у вас было столько социальных взаимодействий то, наверное, они перетекли куда-то еще и вряд ли в реальный мир потому что мы знаем, что в реальном мире социальные взаимодействия довольно дорого стоят есть прекрасная история про число Донбара которая описывает потенциальное количество людей с которыми вы, ну, примерно в течение года поддерживаете общение оно, этот предел завязан на возможности мозга вы просто не сможете поддерживать у себя в голове там, внимание к жизням существенно большего количества людей и этот предел 150 человек представьте себе, как часто вы с каждым из 150 человек пересекаетесь в реальной жизни со сколькими из них у вас там получится толком поговорить хотя бы час не с очень многими для соцсетей действует то же самое число Донбара но просто порог для разговора у вас намного более низкий вы вышли, написали что-то и люди, которые хорошо представляют себя, какой вы такой по вашей фотографии вспомнили, что они про вас знают написали вам какой-то комментик ну, как бы не очень понятно, на что обнять возможность такого социального контакта не очень понятно, чем ее заменить то есть наверняка вы там те люди, которые шли из Фейсбука они не все ушли в никуда они не все сожгли свои гаджеты они стали чуть больше переписываться там, не знаю, в Твиттере чуть больше картинок вешать в Инстаграм и чуть больше взаимодействовать с людьми не знаю, на каких-нибудь дискуссионных площадках сейчас давайте я договорю тут есть еще одна удивительная деталь про закат эры соцсетей ну, не очень, да не очень понятно, как долго должен наступать закат когда-то Фейсбук хоронили первый раз когда, например, появился Фейсбук наиболее знакомый мне плачет почему я говорю, кстати, про Фейсбук все время потому что, смотрите, удобно искать под фонарем если какая-то соцсеть дает исследователям себя исследовать если у нее самый большой штат ученых если она дает доступ к своей статистике то про эту соцсеть вы будете читать много научных исследований если самый смелый мессенджер Телеграм а, если в этой соцсети есть измеряемые какие-то характеристики взаимодействия если самый смелый мессенджер Телеграм открытый, с открытым кодом и так далее имеет в себе Телеграм-каналы у них есть подписчики но, например, совершенно невозможно поставить лайк вы просто многого не изучите по поведению людей в Телеграме поэтому, да, я говорю про Фейсбук не потому что Фейсбук самая важная на свете сеть а потому что про Фейсбук просто много известно есть много цифр, которые оттуда удалось извлечь вот, да, давайте закончу с этим вопросом а то я буду долго да, я видел второй вопрос да, поднимите руку добрый день я хотела бы вас спросить о Яндексе я просто хочу пояснить то есть у меня почта в Яндексе Яндекс основной поисковик хотя я Google Chrome пользуюсь и понимаете, последний год я наблюдаю смотрите, я боюсь, я вас разочарую ответом на вопрос у меня конфликт интересов я учился в школе анализа данных Яндекса я работал в Яндексе поэтому в тот момент, когда я нанимаюсь на работе в Яндексе я подписываю бумагу которая не дает мне возможности рассказывать все секреты хорошо, можно я договорю? я поняла вас можно я договорю? да, 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 конечно я все-таки хочу сформулировать если вы имеете отношение к Яндексу потому что это очень угнетает то есть последние более чем полгода там год я вижу, что мои поисковые запросы причем данные из моей почты из моей переписки по Яндексу используются очень массированно я вижу с одной стороны то есть сначала было очень сильные травмы получены когда были очень грубые вот грубая реакция вплоть до того, например понимаете постоянное таргетирование вот графы новостей новостной вот этой вот таблицы новостями некрологии актеров понимаете я вот, например, недавно не выдержала я просто написала я стала писать в поисковую строку Янг что я ненавижу рекламу сумок я ненавижу некрологии актеров и это вот прекратилось понимаете то есть я вижу простите, что я вас остановлю потому что вы расскажете много а я не смогу вам ничего ответить Да, но здесь явное нарушение. Мне кажется, должно быть какое-то нарушение законодательства, если используются данные из электронной почты, из мобильного телефона, понимаете? Когда я рассказывал про Facebook, вот честное слово, знание про миллион ваших друзей дает, пожалуй, побольше, чем то, про что вы рассказываете. Когда я рассказывал про Facebook, самое ужасное в истории с Кембридж Аналитика было не то, что Кембридж Аналитика про вас слишком много знает, а то, что она в общем ничего не нарушает. То, что вы делаете, то есть те данные, те чувствительные данные про вашу жизнь, которые можно извлечь, их можно извлечь не из секретной переписки, не из писем, а из того, что вы делаете только публично. А система распознавания лиц, которая работает в московском метро, там никак не завязана на Яндекс, там в состоянии отследить ваше перемещение из точки А в точку Б, потому что вы в общем соглашаетесь на правила метрополитена. Для этого вам не нужно делать какие-то удивительные секретные действия. Люди, которым кажется, больше того, публичные компании, я имею основание верить, что они не врут, дают обещание, что мы не будем, там, не знаю, использовать вашу личную переписку для того, чтобы показывать вам рекламу. Такое довольно часто делается. Вашу личную переписку никто не увидит из сотрудников сервиса, она зашифрована для всех. Так вот, это ничего вас не гарантирует. Есть прекрасная история про магазинные чеки. Знаете, вот самая главная история про большие данные. Девушка имеет скидочную карту магазина, девушке 15 лет. С ней вместе в один прекрасный момент в магазине является разогневанный отец. Говорит, смотрите, вы какую-то чушь делаете. Вы моей дочери начинаете советовать памперсы, какие-то товары для младенцев и так далее. Вы что, хотите сказать, что она беременна? Нет, конечно, говорят они, это ужасная ошибка, но извините, вот алгоритмы, что с них возьмешь. Мы делаем выводы исключительно на основе тех покупок, которые ваша дочь делает. Ну, как бы, да, вот у нас есть алгоритм, он берет одну статистику, превращает их в другую статистику. Ну, извините, разумеется, девушка оказывается беременной, разумеется, как бы какие-то, разумеется, алгоритм, который это чувствует, он не заглядывает к ней в личную переписку. Он понимает, что человек внезапно начинает покупать сильно больше сладкого, например, да? Понимает, что вот такой паттерн покупок сладкого характерен для людей, там, не знаю, на четвертом месяце беременности. И это магазинные чеки, не ваша секретная переписка. Я знаю прекрасные истории людей, которые пишут в Фейсбуке, что, вы знаете, вот мы тут сегодня поговорили с кем-то вслух на улице про то-то, а Фейсбук начал показывать нам рекламу той самой вещи, про которую мы разговаривали вслух на улице. Наверное, у них там висят камеры наблюдения, которые прямо в штаб-квартиру Фейсбука, лично Цукербергу транслируют эти данные. Ирония ситуации в том, что вам не нужны никакие специальные, секретные источники сведений о вас. То, что вы делаете публично и открыто, и точно не разговоры на улице. Если вы разговариваете на улице про что-то, значит, возможно, вас эта тема уже какое-то время занимает. Значит, прямо или косвенно вы ищете в поисковике то, что связано с этой темой. Вы дружите с людьми, которые, там, не знаю, уже купили себе этот пылесос Кирби, потому что он целится в определенную аудиторию. Вот. Я к тому, что не нужно бояться за свои секреты, потому что то, что про вас известно в открытую, превращаясь в данные, разглашает о вас гораздо больше информации. Да. Вот. Я увидел вопрос. Простите, а про Яндекс я ничего не могу рассказать. Не потому что там злодеи или не злодеи, а потому что, ну, просто с моей стороны это будет нечестно и некорректно. У меня был скорее комментарий к предыдущему ответу, потому что если в десктопной версии Фейсбука открыть окошко сообщения и написать там, я не знаю, металлопрокат, например, ну, что-то, чем я вот точно не интересуюсь, но через несколько секунд меняется контекстная реклама, покупайте там, не знаю, наши шпингалеты. Это работает, я проверяла несколько раз, и если по телефону, после разговора по телефону с подругой, которая беременна, я не ищу товара для беременных, потому что это не актуальная для меня тема. Но в разговоре с подругой мы очень много на эту тему поговорили. Весь Инстаграм завален памперсами, там, я не знаю, какими-то подушками. Я понимаю, что Цукерберг не сидит, приложив стакан к стене и не слушает, что я говорю, но они анализируют ключевые слова. Смотрите, что я могу сказать про телефоны. Обработка речи – это алгоритмически дорогая процедура. В смысле, она вычислительно дорогая, она в 10 раз более сложная. Вот когда вы пишете буквами, да, единицы дискретности буквы, вы там произвели текст в 400 букв, он мало весит. Звук, там, кто помнит, сколько весит звуковой файл, он весит, как, там, не знаю, 5 минут вашего разговора, занимают столько же места на жестком диске, сколько война и мир Толстого. Вот, поэтому обрабатывать звук, чтобы извлечь из него какие-то специальные сведения, особенно фоновый звук, во-первых, дорого, во-вторых, когда, как бы, это станет прецедентом, то все те самые, там, не знаю, terms of service перестанут вызывать какое бы то ни было доверие. А в странах с более развитой судебной системой это просто будет стоить компании слишком много денег, чтобы она могла себе позволить делать что-то такое, чего нет в terms of service. С другой стороны, как я уже говорил на примере, там, 700 тысяч подопытных, terms of service довольно много чего позволяют. А про то, как, откуда программа узнала про памперсы, откуда коварный Facebook узнал про памперсы, тут два эффекта, оба очень интересные. Смотрите, есть люди, которые говорят, я ничего не буду рассказывать соцсетям, я не буду, там, например, называть свой возраст. Как узнать ваш возраст? Вот, как соцсеть может узнать ваш возраст, если вы его скрываете? Первое прокси, да, это взять и усреднить возраст друзей. Это обычно в 99 случаях из 100, это дает очень хорошее приближение. Как узнать, что вам стоит показывать рекламу памперсов? Вероятно, как бы в той возрастной группе, в которой ваши друзья и вы, вероятно, довольно много людей являются потенциальной целью рекламы памперсов. Теперь внимание, представьте себе, что таких людей треть, и что вам, как бы, рекламу памперсов покажут, ну, не знаю, вот в случайном порядке, среди прочего. Где-нибудь там, когда вы ищете в Фейсбуке, как поменять покрышку у автомобиля Форд такого-то года, да? Вот, вы на нее не обратите внимания, вы ее проигнорируете. Но если вы только что поговорили по телефону, то тут включается в действие уже не алгоритмический механизм, а самое что и на есть психологический. Когда мы купили новые удивительные ботинки, мы начинаем в метро замечать людей, которые ходят ровно в таких ботинках. Не потому, что их внезапно стало много, а потому, что у нас на это направлен фокус внимания. Когда случилось удивительное совпадение, это прекрасная история вечная про нумерологию, да, как человек, у Пелевина есть рассказ, как человек внезапно начинает вокруг себя замечать число 43 всюду. Вот, нам тут же кажется, что все это неспроста. То есть разговор, он скорее настраивает вас на то, чтобы обращать внимание на такие случайные совпадения. И, наконец, что самое главное, вероятно, когда вам первый раз показали памперсы, вы очень удивились, вы перестали крутить, прокручивать ленту Фейсбука. А это один из тех мощных сигналов, на которые Фейсбук умеет реагировать. То есть довольно много, как бы старая статистика, которая собиралась в интернете, была завязана на том, что вот люди смотрят на страницу, кликают либо не кликают. С тех пор, как появился скролл, то, как вы крутите колесико, быстро или медленно, это тоже довольно мощный сигнал. Если внезапно вы перестали крутить колесико мышки, застыли в удивлении или еще хуже того, кликнули по ссылке, то это верный сигнал, что эта тема вас волнует. Поэтому давайте покажем еще больше памперсов. Прослушка телефона вряд ли осуществляется Фейсбуком. А, да, да, да. Вот смотрите, я как бы, знаете, меня в свое время очень занимала история про советскую прослушку. Каждый человек, который уверен, что за ним ходят два лейтенанта ФСБ, очень сильно переоценивает количество лейтенантов в распоряжении ФСБ. То есть, допустим, вы один раз сходили на оппозиционный митинг. И вас, таких, кто сходил хотя бы один раз на оппозиционный митинг, в Москве там 100 тысяч человек. Вопрос. Сколько нужно лейтенантов ФСБ, чтобы после этого они стали за вами ходить подвое? А если они еще будут писать отчеты? Сколько нужно людей про тотальную прослушку телефонов? Меня поразила в свое время история про то, что во времена появления АТС, советских автоматических телефонных станций, где, значит, можно было механизировать процесс записи, на пике своей мощности, там, 80-е, они позволяли прослушивать, кажется, 200 разговоров одновременно. Вот во всем Советском Союзе, как бы, люди, которые занимались прослушкой телефонов, они могли прослушивать, одновременно, 200 разговоров. Допустим, все эти разговоры пишутся, но их же надо еще и прослушать. Вот то же самое здесь. Алгоритмам проще работать. Но вычислительные ресурсы довольно дорогая штука. Поэтому, если у вас есть тысяча сигналов из вашего поведения вокруг, которые вы сами разрешили законно собирать, то нет необходимости тысячу первый дорогой сигнал обрабатывать незаконно. Вот, примерно такая история. Я, разумеется, не могу ничего сказать ни про Facebook, ни про индекс, ни про Google, потому что не знаю. Но уверен, как бы, что если бы такое решение кто-то предложил, вычислительно невыгодное, этот человек вряд ли получил бы на него деньги, ресурсы, время и так далее. Да, есть еще одна волшебная история. Смотрите, вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, я вернусь к моей книжке, я все время забываю, что она не только алгоритм. Это классическая теория заговора, да? Прокомментировать картинку, которая висит. Смотрите, красненькая – сторонники Трампа, синенькая – сторонники Клинтон. Это социальный граф их дружб. То есть, вот каждая точечка связана связью с другим. Откуда мы видим два удивительных вывода? С кем дружат сторонники Трампа? Вот кто окружает сторонников Трампа? Их окружают другие сторонники Трампа. Они обсуждают одни и те же новости. Те новости, которые обсуждают в синем пузырике, они до них практически не долетают. Это история про пузырь Фейсбук. Но пузырь был такой теоретической, активистской концепцией. Вот мы видим процесс, мы понимаем, что он разделяет людей. А это люди из MIT, Массачусетского технологического института, взяли и прямо реально, по данным Фейсбука, построили граф. То есть, прямо сеть, множество связей. И обнаружили у этого графа, ну помимо того, что пузыри существуют, вот пузырь справа, пузырь слева. Еще одну особенность. Если вы посмотрите на пузырь слева, он не такой плотный. То есть, люди условных демократических прогрессийских взглядов, у них есть, друзья, не демократы. До них доносится какое-то эхо, а вот этот пузырь, он сплошной. И в этом между ними асимметрия. Хотя, в общем, и здесь повестка так же перекошена, ну почти так же перекошена, как справа. В синеньком пузыре. Вот, а про пузыри Фейсбука было еще прекрасное исследование. То есть, люди замеряли вероятность, то есть, люди замеряли, сколько у вас в среднем друзей, которые придерживаются противоположной политической позиции. Там цифра от 20 до 30 процентов. В американской двухпартийной системе, где, в общем, примерно по 50 процентов республиканцев и демократов. У республиканца не больше 20 друзей демократов, у демократа не больше 25 процентов друзей республиканцев. Вот примерно такие цифры. Вот история про пузыри. Я хотел, начиная с этой истории про силу и мощь математических методов в политике, перейти к не такой серьезной, более шуточной истории, где тоже фигурируют про мемы. Вот, как бы, что можно средствами математики делать, если вы увидели в Фейсбуке картинку, где написанная ручкой Quick Brown Fox runs over the lazy dog. Съешь еще этих мягких булок, да выпей чаю. Кто, кстати, знает, что это за особенно такая фраза. Поднимите руки. Вот Quick Brown Fox jumped over the lazy dog. Такая же фраза на английском, в которой содержатся все буквы алфавита. В какой-то момент кто-то, некий исследователь графов, Алексей Тихонов, как раз из Яндекса, обратил внимание, он во фликле наткнулся на вот такую вот картинку среди фотографий еды и всего прочего, сказал, ребята, смотрите, вернее, увидел эту картинку, где написано. Я написал ручкой вот эту вот фразу со всеми буквами английского языка. Еще пару слов написал. А теперь здесь перечислены пять моих друзей, которым я предлагаю сделать то же самое. Как опытный исследователь мемов и большой нерестевой ученый, Алексей Тихонов решил, а давайте-ка я схожу ко всем этим друзьям и посмотрю, вдруг у них тоже есть картинки такого типа. Потому что эта картинка очень похожа на вирусный мем, который распространяется как вирус. Вот он один, он указывает на пятерых человек, если каждый из пяти это повторит, будет уже 25 таких картинок и так далее. Так распространяются слухи. Но в отличие от слухов, которые там распространяются, устно меняются и так далее, вот за такими картинками удобно следить. Ну и действительно оказалось, что вот вам, пожалуйста, вот другая какая-то запись. Quick Brown Fox, John Sola, Lazy Dog, найденная у кого-то из друзей первого человека. Он стартовал с одной картинки, он довольно быстро собрал их во фликре около тысячи. Ему стало интересно, как они распространяются, среди кого. Ну, во фликре можно примерно определить, глядя на другие, на теги, которые человек употребляет, про что он в основном пишет. Там есть группы собачников, которые вешают много фотографий своей любимой собаки. Как она спит, как она подчесывает животик, как она, не знаю, нет, я как кошатник не могу представить себе, какие картинки радуют сердца собачников. Есть юзеры из разных стран. Вот, да, вот первое, что можно сделать, это посмотреть, какие даты у этих картинок. Видно, да, что у мема есть пик. Вот что делает гуманитарный исследователь. Он говорит, кому-то понадобилось зачем-то переписывать от руки дурацкую фразу. Какая за этим стоит тенденция? Наверное, никакой тенденции. Что делает исследователь-естественник математический, с математическим подходом к делу? Любитель алгоритмов. Он строит графики. Он видит, что вот был пик в таком-то году. Вот здесь огромное количество людей, 50 человек за месяц, написали эту штуку от руки. Потом как-то тренд пошел на спад. Но потом он решил, давайте я посмотрю, что это за люди. И обозначил дружбы между ними. И построил вот такой вот граф, очень похожий на тот граф про поклонников Трампа и Клинтон, который мы только что разглядывали. И мы видим, да, что люди группируются в группы. Что здесь можно увидеть тесные кластеры. Что вот здесь вот почти все в таких кучках, почти все дружат каждый с каждым. Вот это такие тесные группы друзей. И у них наверняка можно найти общие интересы. А еще наверняка у них, у кого-то есть общий язык. Этот мем распространялся на разных языках. И тогда он попробовал покрасить. Вот как он раскрасил точки на графе, он посмотрел. Помните прошлый график? Вот пик такой, да, просто скучный график. Вот здесь вот можно увидеть отдельные пики. Пик собачников, пик людей, которые разговаривают на португальском. Пик людей, которые любят постить фотки еды. И видно, как мем, например, перетекает из одной группы. Вот прошло, цифры внизу это месяцы, да. Прошло там, не знаю, 60 месяцев там с 2008 года по 2013. И тут мем возродился в группе людей, которые разговаривают на португальском. А вот он перетек в испаноязычную среду. А вот его вспышка там в каком-нибудь форуме мам. Вернее, среди пользователей, которые во фликре постят там картинки про своих детей. И вот такими методами анализа, вот на входе у нас была вот такая картинка, да, одна с перечислением пятерых друзей. На выходе у нас вот примерно такие графы, такие графики, которые позволяют судить все о судьбе мемов сети. На основании абсолютно открытых вещей, которые люди публично вывесили. Ну и вот, собственно, так появляются вот такие картинки, вот такие исследования политических трендов, про которые иначе можно разговаривать, только размахивая руками. Вот. Да, давайте я еще до какой-нибудь картинки долистаю. Что? Чтобы уже по ней вопрос задали. Да, 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 да. А вот еще волшебная штука у меня. Кто знает, что здесь нарисовано? То есть вот... Бинго. Повторю лучше. Да, с места сказали не в микрофон, повторю, чтобы это оставалось в записи, против распознавания лиц нейросетью. Если алгоритмы умеют нас обманывать, но при этом они умеют ошибаться, если алгоритмы, вернее, когда они очень хорошо работают, делают что-нибудь плохое для нас, вот в Китае, как бы они регистрируют ваше лицо, чтобы убавить у вас баллов за то, что вы в публичном месте общались с каким-нибудь нехорошим человеком, то давайте научимся, рассуждая люди, эти алгоритмы обманывать, например. Вот алгоритмы распознавания лиц, они работают с бешеной точностью. Если вы наденете очки, если вы наденете шляпу, если вы отрастите бороду, это вам не поможет. Но если нанести на лицо такую удивительную боевую раскраску, то нейросеть удивительным образом будет вас путать с лицом человека принципиально на вас непохожего. Понятно, что не лучший способ ходить в метро, но все это дело завязано на удивительную особенность компьютерного зрения, на такой эффект глича удивительный. Вот слева нейросеть безошибочно опознает картинку как панду, а справа это уже гиббон. Или там есть способ, вот чувствуете разницу? Никакой на самом деле. Вот такой вот слабый-слабый шум, который нарисован в середине, увеличен в тысячу раз. Какие-то случайные мусорные пиксели раскидали по картинке, и нейросеть перестало понять, что оно не изображено. А способы обманывать алгоритмы таким образом, внося еле-еле видимые человеку изменения, которые для алгоритма убийственны, собственно, это отдельная голова в компьютерных науках. Может быть, если алгоритмы начнут нам очень сильно вредить, для нас это станет вопросом выживания, если нам начнут начислять баллы за разговоры на улицах. И вот ходьба в такой раскраске, пока за нее не будет задерживать милиционер, может быть, для нас станет каким-то важным способом гражданского сопротивления. Вот. Это я далеко ушел в сторону. Вопросы. Так, вопрос, поднимайте руки, я к вам подойду. Нет, желательно, кто-нибудь, кто еще не задавал. Вижу вопрос. Я вот, возвращаясь к вашему рассказу о всяких опросах, да, там, и экспериментах, вы сказали, что ставили эксперимент со стрелками, вот, а мне почему-то вспомнился вот эксперимент с кашей детской, вот, который, собственно, в России проводился, и там на русском детям давали кислую, там, или соленую и сладкую кашу. Мне вот просто интересно, почему вы привели пример именно со стрелками? Потому что для нашей аудитории, вот, как раз, касаясь, да, темы пузырей, да, для нас ближе все-таки тема с кашей. Да, смотрите, тут, на это, это хороший вопрос, на который есть два ответа. Первое, про эксперимент с кашей я не знаю, вот, так и бывает. Второе, эксперимент Эша точно был раньше, потому что я примерно представляю, в каком состоянии была социальная психология в СССР в тех 50-х годах, или начальше, в 50-х, когда Эша поставил свой эксперимент. Если кто-нибудь не знает, то факультета социологии не было, кажется, до конца существования Советского Союза в МГУ. Советские люди – единая общность. Зачем исследовать между ними всякие различия, тем более классы. Какие классы в бесклассовом обществе? Какая стратификация? Поэтому социологии в СССР, к сожалению, дела обстояли плохо. Это, в общем, эффект социологический. Ну, и это классический эксперимент. Вот есть их, не знаю, штук пять таких знаменитых. Эксперимент Мильгрэма с подчинением авторитету, который, кстати, был вдохновлен экспериментом Эша. Если совсем коротко, нас могут убеждать не только люди вокруг нас равные, вот что белое – это черное, да, что одна стрелка короче, хотя она на самом деле длиннее, но и достаточно одного авторитетного человека. Там был человек в белом халате, который… Ну, им говорили, смотрите, мы про эксперимент Мильгрэма, простите, если вдруг вы все про него знаете, но раз уж меня спросили, ну, просто это часть такого классического, золотого запаса социальной психологии. Эксперимент. Вам говорят, смотрите, мы используем новые… Мы опробуем, тестируем в лаборатории новые методики обучения иностранным языкам. Что мы для этого делаем? Мы даем человеку список слов запомнить, потом с их переводами. Называем слово, если человек переводит правильно, хорошо, молодец, он там получает… Молодец. А вот если он неправильно называет слово, мы наносим его в слабый удар током. Человек быстро запоминает, что он ошибся, и корректирует свое поведение. Ну, собственно, в чем ваша задача? Экспериментатор будет называть слова, а вы должны, значит, говорить правильно или неправильно человеку, после того, как он ответил, и нажимать, дергать рычажок, соответствующий удару током. Понятно, что чтобы человек лучше учился, если он две ошибки подряд делает, ну, как бы за это сильнее надо наказать. Удар током должен быть посильнее. Если три ошибки подряд, ну, что уж там, понятно. Ну, и, соответственно, вот люди садились в комнату, за стеклом они видели, там, не за стеклом, кажется, за перегородкой сидел актер, за перегородкой сидел другой человек, они слышали, как он отвечает на вопросы экзаменатора, и тут он начинал ложать. Ну, ошибся, там. Удар током, легкое покалывание. Важно еще, что всем давали почувствовать на себе. Ну, 5 вольт это, в общем, довольно не слишком неприятная вещь. Там, 10 вольт, ну, покалывание такое, да. И вот они, значит, слышали, человек ошибся, говорили, вы знаете, по правилам эксперимента мы должны вас наказать. Тот говорил, ну, ладно, да, ну, чушь, дергайте за свой рычаг. А потом начинал ошибаться чаще. Видно было, что эта процедура как-то выводит его из себя. Ну, он прям начинал забывать одно слово за другим. И тогда приходилось дергать за рычаги какие-то повыше. И тут он начинал прямо, ну, вскрикивать. Ай, ой, вообще неприятно, нет. Разумеется, все в этот момент обычно спрашивали, эй, дядька в белом халате, зачем, как бы, там человеку неприятно. Давайте мы прекратим. Дядька в белом халате отвечал, ну, вы знаете, вот вообще это научный эксперимент. Вы что, хотите его сорвать? Мы тут договорились, вроде у нас понятные условия. Пожалуйста, делайте то, что по инструкции написано. Я, как бы, вот слежу за всем. Пожалуйста, уж будьте добры. И большая часть людей в этом эксперименте, существенная доля, около 70%, она доходила до того, что дергала тот рычаг, после дергания которого они слышали какие-то ужасные вопли, там, что там человек бьется в конвульсиях. Но им говорили, ну, смотрите, это эксперимент, наука, да. Так уж в науке все устроено. И оказывалось, разумеется, по ту сторону сидел актер. Но, в общем, 70% людей продемонстрировали, что они не просто способны под влиянием кого-то, ну, неправильно давать ответы, но они способны убить человека, зная, что им приказывает авторитет вот следовать какому-то протоколу, в данном случае научному. Вижу вопрос. Да, конечно. Да, они могли встать и уйти, это важно. Смотрите, вот какая история. Рассказываю про это как один эксперимент, но на самом деле эксперимент Мильгрэма повторяли с разными вариациями. Там в роли сурового экзаменатора был человек в халате и без халата. Им давали предоплату в одном случае, не давали в другом. В классическом эксперименте, да, им никто не мешал, вообще им нигде никто не мешал встать и уйти. Те, кто говорил, нет, я не буду в этом участвовать, вставали и уходили во всех случаях. Но, как бы, в любом случае, почти всегда их оказывалось меньшинство. Его повторяли в разных странах, в разных культурах, среди людей, которые говорят, в странах, в которых один уровень послушания принят и другой уровень послушания принят. Короче говоря, вот социальная психология знает много экспериментов, из которых эксперимент Фейсбука с семьюстами тысячами пользователей не самый жестокий. Да, слышу вопрос. Вижу руку. Даже с микрофоном в руке лучше озвучивать. Передайте, пожалуйста. Спасибо большое за рассказ. У вас тут есть пример, как бороться с распознаванием лиц, но вы не касались темы про то, как выбираться из информационного пузыря. Есть ли какие-то техники? Смотрите, да. Когда дело переходит к советам, я всегда в некоторой растерянности. Потому что на других моих лекциях меня спрашивают, как бороться с фейками. Как распознавать фейк? Как распознавать свою необъективность? То, что вы сидите в пузыре? Очень просто. Проблема в том, что осознавая, что вы... Очень легко распознать фальшивую новость. Очень легко обнаружить, что ваши друзья разделяют ваши политические взгляды. В смысле того, чтобы это заметить, ну в том, чтобы это заметить, нет никакой особой науки, ничего героического. Если вы на эту тему задумаетесь, там, не знаю, сядете с ручкой, посчитаете посты в своей френд-ленте, которые, там, не знаю, за или против определенных политиков, потом сравните, там, с какими-нибудь результатами соцопросов Левады, вы, да, действительно обнаружите, что вас окружают люди, сильно отличающиеся от, там, случайной выборки. Что с этим делать? Допустим, как и в случае с фейковыми новостями, каждую отдельную фейковую новость, каждую вашу отдельную реакцию, ну то, что друзья вокруг вас производят какой-то контент, какой-то там шум, с каждой отдельной новостью, с каждым отдельным сообщением из вашего пузыря можно что-то делать. Но даже если вы найдете такой волшебный способ, всякий раз, когда вы будете реагировать автоматически, если вы будете с фейковыми новостями так поступать, вы сойдете с ума, там, перепроверять 300 новостей, даже если на каждую, там, вам надо потратить 10 секунд. Если вы будете задаваться вопросом, почему мои друзья пишут про это, а не пишут про это, вы тоже сойдете с ума, потому что, ну, ваша френд-лента состоит из сотен сообщений в день. Поэтому, и самое главное, допустим, вот вы понаете просветление, вот у вас будет индивидуальный рецепт, вы там для себя придумаете правила информационной гигиены. Про каждую новость я задумываюсь, а вдруг есть еще мнение второй стороны, вот, которое в моем пузыре не популярно, давайте я его погуглю. Вот по тем же самым именам, по тем же самым ключевым словам я подумаю, что еще там про это написано. Другое дело, что вы так не обнаружите другую повестку, но там мнение второй стороны научитесь извлекать. Но ваши друзья, с которыми вы общаетесь, вот, там, понятно, что вы на это будете тратить кучу времени, но вы не измените атмосферу, в которой вы живете. Вы сами будете знать, что моя атмосфера немножко странная. Но вы не заставите тем самым ваших друзей делать атмосферу друг другой. Это история про то, как обустроить вокруг себя там мир без дождя. Вот есть погода, сложный феномен, да, он описан, люди понимают, когда идет дождь. Как обустроить вокруг себя мир без дождя? Сидеть в комнате, да, в комнате есть потолок, в вашей комнате никогда не будет идти дождь при определенных условиях. Но, с точки зрения погоды вы не сильно, или климата, вы не сильно поменяете то, что происходит. Поэтому намного интереснее понимать, как работает погода, понимать, как устроены, что каждый человек не объективно сила своей принадлежности к пузырям. И особой доблести в том, чтобы вот оказаться в таком волшебном вакууме, равноудаленном от всех пузырей, нет, потому что вы не извлечете тем самым всех людей из всех пузырей, и свое общение с ними не сделаете более конструктивным, но зато будете понимать, как устроены пузыри. Вот как понимать, я знаю, как бы на чем себя ловить, я знаю. А пока у меня нет рецепта, как изменить всю погоду вокруг, я не вижу содержательной задачи в том, чтобы самому оказаться равноудаленным от пузырей. Знаете, как оказаться свободным от оптических иллюзий. Вот есть оптические иллюзии, про которые вы читаете, вы про них слышали, но даже после того, как вы прочли про оптическую иллюзию, вам все равно начинает казаться, что вот эти вот там, не знаю, вот эта картинка ходит волнами, а эти там полоски наклонены друг к другу под углом, хотя они на самом деле не наклонены. Можно задаться целью, давайте я освобожу свое сознание от оптических иллюзий, это будет требовать от вас каких-то лет тренировки, но мне-то кажется намного более интересным знать, что вы подвержены этим оптическим иллюзиям, и другие люди подвержены этим оптическим иллюзиям, и ваше знание про оптические иллюзии помогает вам понимать других людей. То же самое и здесь. Ваше знание про то, что каждый человек часть своего пузыря, помогает вам понимать других людей, а ваше нахождение вне всех и всяческих пузырей, не очень помогает. И мешает даже, пожалуй, действиться с другими людьми из других пузырей. Потому что вы от заблуждений свободны, а они нет. Но вот это, смотрите, это как бы не рецепт. Это описание картины, какой она видится мне. Давайте, наверное, еще максимум пару вопросов, чтобы не затягивать. Если у кого-то есть, поднимите руки. Видимо, даже пара будет много. Один. Ладно. Тогда давайте поблагодарим Борислава Козловского. Спасибо вам, что пришли и спрашивали меня обо всем полчаса. Мне интереснее всегда отвечать на вопросы, чем рассказывать что-то, что, как мне кажется, я знаю. Спасибо. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...